Всем привет! Блендер 2.83 и давайте рассмотрим как сделать рик именно вот на этот коврик. Непростая вам скажу задача. Попробовал я 6 вариантов, ну который подошел, давайте посмотрим. Единицы на нампаде и погнали Shift-A. Вставляем арматуру или добавляем в Add арматуру. Вот появилась внизу она, теперь находим вот этого человечка, ставим InFront в Viaport Display, чтобы видно его было. Ну и прибавим S. Так вот где-то. Чтобы ровнее, так с помощью MOV можно все это дело поднимать. Тут вот вопрос в чем теперь? Где его поставить? Ну где-то наверное вот в таком положении пусть побудет. Теперь заходим в Edit Mode, отключаем вот этот MOV и погнали добавлять кости с помощью клавиши E. Костей здесь лучше делать побольше. Вот таким вот образом. Хребет намечен. Что теперь нужно? Вот эти лапы как-то пригандобить. Что можно сделать? G. Вот эту косточку немножко уменьшаем. Вот так. И вот от нее сразу поведем. Это будет E. Где-то вот сюда две косточки на обои. Отключаем Alt-P. Отсоединяем Clear Parent, чтобы она была не связана с позвонком. И теперь вот делаем E в эту сторону. Вот таким вот образом. Теперь где кисточка вот эта. Сейчас я поближе подвину. Вот где вот эта кисточка. Тоже добавляем косточку. Здесь будет типа кисть и момент сгибания вот здесь будет происходить. Так. Теперь семерка на нампаде. Поближе подведу. Это окно можно закрыть. Итак. Вот вот эта косточка. Теперь от нее вытаскиваем кость побольше. Чтобы ее видно было. И делаем ей отсоединение Alt-P, Clear Parent. Вот так. Теперь привязываем сразу ее. Вот эту выделяем косточку. И вот эту. Через Shift. Левый клик. И делаем Ctrl-P. Тип Оффсет. Делаем им связь. Так. Вот такая штукенца первая. И вот эту косточку через Shift связываем вот с этой косточкой. Ctrl-P. Тип Оффсет. Так. Одна часть сделана. Теперь давайте делать ноги с ногами. Тут в чем будет заморочка. По низу их проводить вроде бы как не рекомендуется. Одну косточку давайте Е вытянем вот сюда. Так. Единица на нампаде. Чтоб ровнее все это дело вытягивалось. Ctrl-Z. И вот теперь вытягиваем Е. Кость. Чтобы она не перекручивалась. Отсоединяем ее тоже. Alt-P. Clear Parent. И вопрос в том, как ее поставить. Можно ее поставить вот так. Как нога. Ну мы ее наверное немножко развернем. G где-то вот так. И сделаем, чтобы у нас колено как бы у ковра тоже колено было где-нибудь. Так. Теперь Е английская. Вот сюда. Так. G подтягиваем поближе к углу. И теперь Е английская делаем вот сюда косточку. И косточку вот сюда. Так. Ну что-то в таком духе. Теперь. Вытаскиваем вот отсюда косточку тоже. Е. Выделяем ее. Щелчок левой кнопкой мыши. Alt-P. Clear Parent. И соединяем так же как вверху. Выбираем сначала вот эту косточку. Через Shift. Левый клик. Эту косточку. И Ctrl-P. Keep Offset. Делаем им связь. Так. Теперь. Вот эту косточку с этой косточкой. Ctrl-P. Keep Offset. И вот можно добавить косточку Е. Вот сюда одну. Так. Ctrl-Z. Единица на нампаде. И Е. Вытаскиваем вот сюда вот косточку. Опять же ее отсоединяем. Alt-P. Clear Parent. И подсоединяем заново через Shift к этой косточке. Ctrl-P. Keep Offset. Тут теперь вопрос в чем состоится. Вот эти бока будут тоже у нас как бы гнуться. Да. И вот эту ногу. Вот эту ногу можно выше допустим делать. Вот отсюда аж вести. Но привязывать все равно вот к этой. К тазовой кости. Вот к этой. Сейчас пока этот риг посмотрим. Пока дополнительные кости вот сюда не буду добавлять. Здесь вот можно еще потом в будущем тазовую как-то вытянуть. Чтобы ей регулировать. Здесь можно еще косточку допустим как-то вот так поставить. Вот здесь вот можно две вот такие вот вытянуть. Но они возможно будут потом при анимации очень мешать. Пока мы их ставить не будем. А посмотрим. Ну давайте вот эту тазовую все-таки оставим. Alt-P. Clear Parent. И соединим через шифт вот с этой косточкой Ctrl-P. Сделаем ей связь. Ну вот пока и все. Так. Единица на нампаде. Ничего тут такого сложного. Выделяем левой кнопкой мыши вот эти все косточки, которые не выделись. Через шифт левый клик. Смотрим, чтобы выделились и вот эти задние. Обязательно. Чтобы потом их там не добавлять. Единица тактия. Shift-D. Сочетание клавиш. Щелчок левой кнопки мыши. Правый клик мыши. Делаем миров по иксу. Зеркалем. И MOV. Чтобы ровно все было. Подтягиваем вот сюда. Итак. Рик почти готов. Что нужно сделать? Давайте его сразу. Сначала настроим именно в PostMode. Заходим в PostMode. И нужно вот этой косточке. Через shift выбираем вот эту косточку. И делаем Ctrl-P. Делаем. Пардон. Ctrl-Shift-C. Запутался. Inverse Kinematic. Сразу. Чтобы потом уже здесь не забыть ничего. Находим Inverse Kinematic. Вот эту вот косточку желтую. И вот здесь в ChainsLang ставим влияние. Давайте пока на две кости поставим. Ну и то же самое делаем вот с этой косточкой и вот с этой. Так. Поближе поставлю. Чтобы вы их видели. Вот. Это типа кисть. А это уже типа локоть. И делаем Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Здесь тоже пока на две кости влияние поставим. Так. Ну и тут то же самое. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Две кости. Так. Ну и верхнюю не забыть. И по руку. Вот эту. И вот эту косточку через Shift. Опять же. Ctrl-Shift-C. Три клавиши сразу нажимаем. Или находим. Сейчас покажу где. Так. Тут сразу тоже. Две косточки. Вот кость нажимаем любую. И вот она. Add Bond Constraint. Нажимаем. Add Bond Constraint. Inverse Kinematic. Вот она. Если нажимаем сочетание Ctrl-Shift-C. То же окно выскакивает. Вот. Inverse Kinematic. Слежение. Копирование. Трансформация. И так далее. Здесь все есть. Так. Ну пока вот с этим и все. Теперь переходим к кисточкам. Находим Object Mode. Кисточки. В прошлый раз я делал все цельные. Можно делать их по две. Две вверху. Две внизу. Но я сделал по отдельности. Вот четыре кисточки у меня теперь. Для чего это я сделал? Чтобы была привязка. Вот к этим костям. И они работали друг от друга. В смысле чтобы сбива не было. Не сбивались они. Выбираем теперь вот эту кисточку первую. И через Shift выбираем кости. Заходим в Post Mode. Выбираем вот эту косточку. И делаем Ctrl-P. И делаем Ctrl-P. Смотрим. Выбираем вот эту кость. И G. Вы видите что она привязалась кисточкам. Так. Ctrl-Z. Чтобы потом не было казуса. Теперь выбираем опять же вот эту кисточку. И через Shift эти кости. Опять же Post Mode. Выбираем вот эту косточку. И делаем Ctrl-P. Сочетание клавиш. Бон. Ну а теперь нижние повторяем. Выбираем. Выделяем. Переходим. Выделяем косточку. И делаем Ctrl-P. Опять же Бон. Опять же последняя кисточка. Через Shift. Это значит Post Mode. И Ctrl-P. Бон. Так. Теперь опять же в Object Mode заходим. И нужно все это дело привязать. Так. Выбираем ковер. Выбираем теперь кости. И делаем Ctrl-P. With Automatic Widget. Назначаем веса. Так. Заходим. Только выбираем кости. Ковер нам не нужен. И находим Post Mode. Вот так. Смотрим как все это дело себя ведет. G. Вот вы видите что. Ковер начинает двигаться. Вот такая штука. Давайте какую-нибудь ходьбу примитивную сделаем. Посмотрим как это все будет работать. Допустим. Жмем G. Лапу ставим одну вот сюда. Одну вот сюда. Так. Теперь нужно вот эти кисточки R развернуть. И желательно как-то G. Английская G. Сюда повернуть. А эту R развернуть. G сюда. Ну и не забываем выбираем вот эту косточку таза. Семерка на нампаде. И немножко R. Ее тоже как бы доводим. Вот так вот. Ну в таком духе. Да. Сильновато она будет. Ну. Вот так. Ну и немножко конечно же G. Лапы. В смысле руки. Делаем R. Кисточку как-то вниз. G. Вот так. На раз лабухи. R делаем вот так. И G. Вот так. Вот с этой косточкой. Где руки. Прикреплены. Вы видите. Что в принципе ее так. Сильно дюжить не поводишь. Ну согнуть можно. И вот эту вот тоже можно. Сделать какой-то горб. Ну а доводить. Доигрывать. Это уже. Надо руками. Вот этими. Ну в смысле кисточками. Костями рук. Вот G. Можно аж вот так ее отводить. Чтоб мягкость была. Ну так и сделаем. Давайте. Пишем. И. Лок. Рот. Также вот. Здесь косточки можно еще добавлять. Вот. Сейчас если вот эту позвоночную. Мы будем видите. Вертеть. Вот. В принципе можно нормально изгибать. Но вопрос еще в чем. Вопрос в том. Что сетка. Вы видите. Что. Маленькая. Мало полигонов. И получается она вот. Как бы квадратная. Вот это вот тоже не есть гуд. Надо это дело. Чуть-чуть делать. Поплотнее сетку. Чтобы вот этих не было квадратных углов. Ну чтобы мягче он был. Так. Вот эту косточку G. Сюда. И делаем A. Лок. Рот. Переписываем. Кадр. Теперь вот это все дело. Ставим на десятый кадр. Тройка на нампаде. И вот эту теперь кисточку. G. Уводим сюда. R. Перекручиваем. А вот эту кисточку. Так. Тройка на нампаде. G. Уводим сюда. И R. Тут перекручиваем. Ну и таз. Возвращаем. Теперь. Вот как крутить таз. Вместе с руками. Вот выбираем через shift все три косточки. И делаем R. Чтобы потом не было казуса. Так. Вот где-то. Ну и наклон конечно в сторону той ноги куда идем. Вот так вот. Ну и можно G чуть-чуть пониже его подсадить. Как-то вот так вот. Вот эта косточка вот нам и пригодится теперь. Мы ее можем двигать. Как вот так вот убирать. Можем ее чуть вдаль увести. Сделать мягче вот этот переход. Как бы R. Вот так вот можно сделать. Вот так вот. Вот уже более-менее. Так. Вот эту ногу R сюда. Эту кисточку. Так. G. Вот так вот. G сюда. А эту кисточку G. Так. Что я выбрал? Не ту кость. Так. R. Вот так. И G. Как бы вот сюда. Ну позвоночник можно тоже. Так. Немножко как бы еще больше изогнуть. Ну вот этого чтоб. Вот этого треугольника желательно чтобы не было. Поэтому лапы как бы вот эти кисточки. Старайтесь немножко поближе держать. Так. Ну это слишком далеко. Разрыв. И это слишком далековато наверное. Вот так. А. И. Локрут. И вот у нас есть уже два кадра. Теперь нужно промежуточный кадр добавить. Так. Идет. Пятый кадр. Выбираем вот эту вот ногу. G. Кисточку перекручиваем. Вот так вот делаем. G. А эту G подставляем. И. Как бы R. Вперед ее вот так. Вот так. И таз. Немножко R. Как бы перекрутим. А. И. Локрут. Ну вот уже нормально. Теперь. На двадцатый кадр. Копируем первый кадр. Shift D. А здесь добавляем на пятнадцатом промежуток. Это получается у нас теперь. Вот эта нога. Зеркалится. Поднимается вверх. G. Как бы вот так вот в бок уводится. А эта нога. Так. Где эта косточка. Чтоб не потерять. R. Вот так. Это вот не прикрепилось. Но не беда. Но не беда. Но не беда. Как бы вот. В таком положении должно быть. Ну и таз. Верхнюю точку добавим. Не без этого. Ну и лапу отведем. И. Локрот. Ставим теперь двадцать кадров. Убираем кости. И смотрим что получилось. Так. Ну вот такой подбитый коврик. Чуть-чуть хромает. Где-то там что-то у него случилось. Ну опять же не забываем повороты. Не забываем движение рук. Позвоночника. В разные стороны. Ну и опять же верхнюю точку. Вот это здесь тоже должна быть. На пятом кадре G. Верхняя точка. Ну лапы вот эти немножко. Можно еще вот так вот. Подсобрать. Здесь можно таз. Немножко R. Довести. И эту лапку. Чуть-чуть G. Как бы в бок. Поприкольнее будет. А эту. Чисто вот сюда. И делаем А. И. Локрот. Ну и смотрим. А. Чуть-чуть подранили. А подранили почему? Потому что здесь на одной стороне кисточка больше изгибается на ноге. А на другой поменьше. Вот на десятом кадре вот здесь вот кисточка стоит вот в таком положении. А на этом кадре нужно немножко вот эту вот ногу R поставить на землю. Чтобы она ровно была. Ну а это может быть чуть-чуть вот так. А и локрот. Ну и перепишем конечно вот этот кадр. Тоже здесь поставим R, G. А этот чуть-чуть R и чуть-чуть G. Вот так вот. А и локрот. Ох, локрот, пардонте. Локрот нажимаем. Посмотрим. Так, это вот еще изгиб большой. Здесь большой. Так. Это промежуточный. А здесь изгиб поменьше. Ну вот можно этот изгиб. На десятом кадре тоже как-то R побольше провести. И G, руки, как-то вот так вот. Так, где эта косточка? Эту косточку можно R, A, I, локрот. Отключаем видимость лишнего. Ну и погнали посмотрим. Интеридент. Вот так он уже прикольнее ходит. Если бы он еще помягче был, вот этот побольше. Полигонов вот у материала, чтобы вот этих ломок не было. На квадраты. Он бы мягче шел бы. Ну вот такая штука. Так, давайте рассмотрим теперь другой вариант. Ну вот походка там где-то руками машет. Вот этот риг, в принципе, он, вы видите, что подходит. Он рабочий. Можно тазовыми костями от G как-то регулировать. Как-то в бок там уводить. Вот они тоже в этом плане помощники. Здесь как-то тоже можно R перекручивать. Вот так руки G уводить как бы вниз. Вот так. Смотрим, что за позы. Вот опять же, что мешает, это вот побольше полигонов, чтобы он гнулся мягче. И даже можно добавить побольше костей. Вот сколько тут косточек, прям побольше их добавлять, чтобы позвонок был гибкий. Ну, еще использовать можно, конечно, вот эту вот настройку. Это, так, B-Bone. Вот эти кости. Тоже ролик есть на канале. Вот, скорее всего, вот это вот, вот эти кости. Вот такие вот. Больше подойдут для анимации. Их тут можно больше сделать на одной кости, чтобы она деление было. Но опять же, ролик выложу. Объяснять долго не буду. Все равно лучше посмотреть, чем послушать. Так, ну вот назад. Так. Косточки назад. В такой вид. Тут есть кости еще. Вот такие вот. Смотрите, которыми вам удобнее будет. Это вот, чтобы не видно их было. Но вы их видите. Они, вот они, полоски. Но они уже не мешают вам смотреть на то, что как гнется все. Так, ну вот. Вот, в принципе, вы видите, что он гнется и все нормально. Других косточек вроде пока не надо. Единственное, что колени можно, как сказать. Ну вот здесь вот, где колени, настроить, чтобы вот такого вот перекрута не было. Хотя, в принципе, это же ковер. Ну вот, косточки вы видите, что перекручиваются при движении. И нужно их настроить тоже. Ролик выложу как. Так, еще один вариант. Вот, это вот заключается в чем. Вы сразу его перекручиваете. Не костями. А, допустим, выбираете коврик. Выбираете ковер. Object Mode. И заходите в Edit Mode. И вот здесь его можно немножко вот так вот покрутить. Но опять же, включайте рентген, чтобы все выделялось. Где-то что-то подровнять, где-то что-то подкрутить. Вот такая штука должна у вас получиться. Так, вот как-то так можно G помягче делать. Здесь вот тоже можно. Также можно добавлять здесь Loop Cut. Вот, Loop Cut. И потом вот это все дело выбирать через Shift-Alt. Так. И где-то G чуть-чуть повыше ставить. Вот такая штука. В Object Mode. Сетку, конечно, надо сделать поплотнее. Это уже доказано за Nussi. Так, что тут еще? Так, немножко тут Косячок вылез. Но это уже при изменении. Надо сразу все изменять. А потом уже все это дело дополнять. И вот такой вот RIG. Заходим в Post Mode. Это вот для анимации, где он, допустим, ну уже согнутый. Чтобы потом его не гнуть. Если не надо, он в анимации сразу, чтобы он так закручивался. Ну, вот так вот это все дело можно делать. Вот опять же косточка. Только здесь я уже сделал побольше вот эти вот ноги. Подальше от таза. Ну, вот такой получается ковер. Так, теперь еще покажу вам вариант. И вот такая вот анимация, вот такая вот, может получиться с этим ковром. вот он стоит. Потом обижается, разворачивается и пошел. Ну, тут еще, конечно, нужно корректировать его. Ну, попробовал я. Все работает. Все, всем пока. До свидания. Еще вопросы возникнут, когда по какому-нибудь персонажу буду стараться выложить. Ну, вот пока вот ковер. Субтитры сделал DimaTorzok